Здравствуйте, друзья! С вами я, Александр Глушенко, один из ведущих нашего канала New Rush World. И хочу сегодня вот этим роликом представить вам новую мою авторскую программу, название которой вы прочитали в титрах. Это название немножко созвучно с моей фамилией, но это сделано специально, чтобы вы знали в потоке информации, какую программу с ответами на ваши вопросы нужно искать. И я полагаю, вы будете ее искать и будете ее смотреть. В чем цель, задача, причина появления этой программы? Сразу скажу, после того, как мы с Юрием Гиммельфаровым организовали передачу «Беседы за жизнь» по субботам, вот в 18 по Москве, в мой адрес стало поступать очень много вопросов и по телефону, и в социальных сетях, и вот по тому почтовому адресу, который опубликован в описании к той передаче «Беседы за жизнь», вопросов появилось столько, что в формате передачи «Беседы за жизнь» ответить на них достаточно сложно, практически невозможно на все. Поэтому передачу приходилось, да в принципе приходится затягивать на полтора, на два часа. Значит, это не совсем продуктивно, поэтому принято нами решение организовать вот эту вот ежедневную, коротенькую передачу, в которой будет рассматриваться один, максимум два вопроса, которые вы задаете в течение недели, которые вы задаете в рабочем порядке, и я буду стараться на эти вопросы ответить. По каким каналам вы будете задавать вопросы? Вам предлагаю задавать вопросы. Первое – это в комментариях вот к этим ежедневным передачам. Вот прошла передача, вы ее откомментировали, вы написали, что вас интересует, либо в разрезе сказанного мною в данной передаче, либо вообще в окружающем вас на сегодняшний день мире, в окружающей вас на сегодняшний день обстановке. То есть вы пишете это в комментариях. Второе – вы можете написать по электронной почте, которая указана вот там внизу под этим роликом. Вы можете задать этот вопрос по телефону 8 800 550 3168. Телефон работает фактически в круглосуточном режиме. Ну, единственное, что в ночное время постарайтесь меня несколько пожалеть. Ну и, наконец, можно задавать в социальных сетях, но искать ваши вопросы в 14 социальных сетях, в которых я состою, достаточно сложно. Поэтому постарайтесь писать вот в ту электронную почту, которая указана внизу. Какая направленность ваших вопросов и какая, соответственно, направленность и содержание моих ответов? Ну, я так посмотрел, очень много вопросов задается по военной линии. Это, наверное, скорее всего связано с моим, так сказать, бэкграундом, с моим прошлым, историческим, в ходе которого я был достаточно плотно связан с военной службой. Ради бога, любой вопрос на военную тематику, военную, военно-техническую, военно-политическую. Естественно, второй группой вопросов будут вопросы исключительно политические, потому что я серьезно и достаточно глубоко после оставления военной службы занимаюсь именно политологией, политическим анализом, о чем вы прекрасно знаете из тех передач, которые уже были ранее. Приходится заниматься в некоторой степени и экономикой, по крайней мере, изучать мнение довольно значимых экономистов. Поэтому вопросы экономической направленности тоже приветствуются. Приходится мне разбираться в правовых вопросах, задавать вопросы юридические. Ну и все, что касается социальной жизни вокруг нас. Социалка это все, что вокруг нас. Поэтому социальная направленность тоже приветствуется. Цели, вернее, характеристика вот этой передачи, сразу говорю, это первое, полная объективность. Второе, это дискуссионность. То есть любой заданный вами вопрос, ну, естественно, в приличной, нормальной форме, без оскорблений, без унижений, без какой бы то ни было сегрегации, без возбуждения национальной, там, профессиональной и иной розни. Естественно, это одна из целей, чтобы на эти вопросы ответить. И мы учитываем все взгляды, поэтому будем реагировать на все взгляды, которые возникнут в ходе этой передачи. Давайте теперь разберемся с новой сеткой вещаний, которая будет, возникнет в связи с появлением этой вот ежедневной передачи. Значит, по-прежнему остается вторник, среда, четверг, пятница, 10 часов утра по Москве. Традиционная, уже ставшая традиционной в течение двух лет передача лаборатория политического и военного анализа, которую мы ведем с Юрием Гиммельфарбом. Напоминаю, в 10 часов по Москве. Лаборатория политического и военного анализа или лаборатория пива сокращенно. Также, вторник, среда, четверг, пятница, вечерняя, ежедневная, авторская программа Юрия Гиммельфарба, новости 7.40, 18.40 по Москве. Юрий Гиммельфарб, в течение часа. Вот эта вот передача, которая будет называться «Глушина», она будет выходить ежедневно, примерно, ориентировочно, пока мы будем прикидочно вот так вот считать, что она будет выходить в 12 часов по Москве, с понедельника по воскресенье. Такая возможность у меня есть. Я специально высвободил время, чтобы заниматься записью этой передачи, а потом внимательно изучать ваши комментарии к этой передаче. Наконец, вечерняя передача, не входящая в общую сетку, это в субботу, в 18 часов по Москве, вместо передачи «Беседы за жизнь» будет передача «Глушинка» у аппарата. То есть мы от передачи «Беседы за жизнь», где я отвечал просто на вопросы, с учетом того, что ответы на вопросы переносятся в передачу «Глушина», в 18 часов по Москве в субботу, я буду общаться с вами, друзья, только в телефонном режиме. Ну, где-то отвечать на вопросы, значит, между звонками, но в основном постараюсь работать с вами на бесплатном телефоне 8 800 550 3168. Вы этот номер уже прекрасно знаете. Звоните в субботу с 18 часов по Москве. В воскресенье примерно, примерно, тут вот точно сложно назвать время, в 21 час по Москве будет традиционная уже передача «Два полковника» и «Лейтенант Пиджак», где мы с Юрием Гиммельфаровым встречаемся с капитаном первого ранга военно-морских сил США Юрием Табахом. И, наконец, в понедельник в 18.40 по Москве, тоже ставшая уже традиционной наша передача, которая называется «Итоги недели». Вот я вас ознакомил с целями, задачами. Будем считать, что пилотный выпуск передачи «Глушина» вышел. Вы его сейчас посмотрите, вы его прочувствуете. Вы, если захотите, зададите прямо в комментариях некоторые вопросы. Кто захочет ее смотреть, смотрите. Кто не захочет ее смотреть, не смотрите. Дело абсолютно добровольное. Я вас просто приглашаю. Понравится – напишите. Не понравится – тоже напишите. Никаких обид, никаких с нашей стороны упреков. Мы только будем делать так, как требуют, как хотят наши зрители. Я имею в виду с организационной и, может быть, эстетической точки зрения. Ну, с точки зрения содержания, естественно, я буду говорить только то, что я думаю, то, что я знаю и то, как я считаю. Спасибо вам за внимание. Внимательно изучите титры в начале передачи и титры в конце передачи. Особенно в конце. Я просто подчеркиваю. Это моя личная точка зрения. И вся передача будет строиться именно под флагом, под девизом вот этих вот заключительных титров. Спасибо. Пишите. Распространяйте этот ролик. Всего вам доброго. Распространяйте этот ролик. Распространяйте этот ролик. Распространяйте этот ролик.